Всем привет! Я вещаю из Черногории, город Будву, в частности, я в старом городе сейчас, но рассказывать вам буду про Танзанию. Выбрался на новогодние праздники, потому что все-таки Новый год это европейский больше праздник, нужна атмосфера, да, здесь она, конечно, есть, и плюс здесь существует такая вещь, как интернет, в отличие от Африки, вот у нас всякие новогодние штуки, Санта-Клаусы, вот, поэтому намонтировал несколько видео и продолжаю монтировать, и сейчас вам предлагаю такую вещь, мы можем походить по старому городу, я буду рассказывать про гранаты в Танзании, но картинка, чтобы на меня не смотреть постоянно, да, вот, у вас будет картинка меняться, совмещаем африканскую и европейскую культуру и пейзажи, приятного просмотра. В общем, давайте начнем с общего инфо про гранаты, да, потому что не все даже понимают, зачем за гранатами так далеко и сложно ехать по каким-то Танзаниям, вроде такая штука обычная, дешевая, у каждой бабули есть гранат в России, да, в Советском Союзе, тем более был. Расскажу вам, я уже об этом говорил не один раз, но много новеньких на канале, да, ну и опять же тем, кто старенький, будет полезно повторить. Какая ситуация? В советские годы у нас не было доступа к хорошим качественным гранатам в Советском Союзе, да, у обычных людей, поэтому мы покупали их у наших друзей, у братьев, у чехов. В Чехии так получилось, что гранаты очень-очень плохого качества и цвета, они прям такие буро-черные, черно-бурые, вот смотрите, пример, прям совсем плохие, и они стоят очень недорого, плюс чехи, будучи ловкими людьми, хитрыми, очень быстро наладили, вон тетя стоит, скучает, смотрите, красивая, вот, плюс чехи очень быстро наладили производство подделок, то есть чешские гранаты стали подделывать в огромных количествах, люблю, когда туристов нету, очень хорошо, это вот у ковида много минусов, конечно, но это огромный плюс, когда никого нету, чехи стали очень много подделывать самыми разными способами, и поэтому репутация граната в Советском Союзе, а впоследствии в России, практически полностью была уничтожена, сейчас многие до сих пор считают, что гранат это, ну, что-то такое мутненькое, дешевенькое, стоить он должен долларов 15, и носят их только бабули, больше никто, да, это заблуждение, мы, кстати, с ним довольно успешно боремся, поначалу первое время, каждый день мы практически писали, что, Константин, какие 3000 долларов, вы что, это же гранат, значит, гранаты носят бабули, он стоит долларов 5, но, тем не менее, смотрите, вот, все, что я вам пока рассказываю, вот, все эти картинки, да, это все гранаты, которые мы уже когда-то продали, и можем найти подобные еще, тем не менее, гранат это великолепный, крутейший, драгоценный камень, который может стоить сотни тысяч долларов, я когда-то вам в камнях недели показывал гранаты за 60-70 тысяч долларов, да, и мне кажется, у меня был там гранат за 150 тысяч, вот, они бывают самых-самых разных цветов, с неоном эффектом, и бывают даже полихромные гранаты, бывают звездчатые гранаты, вот, смотрите, это у нас черный звездчатый гранат, у него 4 луча, почему гранат называется гранатом, потому что древние греки, которые дали ему название, да, они считали, что кристаллик, который находят, похож на зернышко граната, но, собственно, они правы, это действительно так, вот, смотрите, в каком виде их находят, вот, смотрите, у нас местные черногорские матерые котики, котики украшают любое видео, даже про гранаты всегда, так вот, и мне очень-очень повезло, мне вообще везет, если вы заметили, да, мне очень повезло в чем, я ехал много часов по саванне, и мне сказали, что там добывают красные гранаты, ну, кто сказал, проводник, да, человек, который водитель, проводник, охранник в одном лице, он не должен, в принципе, в этом разбираться, поэтому к нему вопросов никаких нет, и мне очень сильно повезло, я накнулся на добычу именно полихромных гранатов, полихромных, они крайне редко встречаются, возможно, это вообще единственное место в Танзании, одно из немногих в мире, где их добывают, они, значит, такие вот смешанные цвета, сиреневые, фиолетовые, розовые, красные, так, куда пойдем, давайте пойдем, там площадь есть, вот, смотрите, картинку уже, через мои руки проходили гранаты из Танзании, полихромные, возможно, они прям именно из этого месторождения, вот, я считаю, что великолепная красота, как можно гранат считать скучным камнем, который только для бабулек и стоит только недорого, я не понимаю, поэтому смотрите видео, мне было очень интересно покопать, все это подбывать, у нас еще на подходе несколько видео, сейчас монтируем, и я скоро лечу обратно, меня ждут, нас с вами ждут приключения в больших количествах, в количествах и масштабах, вот, поэтому не переключайтесь, изучайте все, смотрите, получайте удовольствие, пожалуйста, еще раз пишите в WhatsApp, в WhatsApp, у меня нет возможности в Африке с африканским интернетом все это просматривать, читать вопросы, я потом с удивлением нахожу, что, оказывается, вы чего-то от меня хотели, но написали это в комментариях под видео, там, во-первых, комментарии в сотне, да, вот, все, увидеть невозможно. Красотища! Ехали мы, ехали, приехали мы в другую деревню, сейчас я узнаю, как она называется, здесь недалеко добыча красных гранатов, сейчас поедем смотреть и я там тоже что-нибудь найду обязательно, кстати, тут такая вот симпатичная стена из кактусов, это вокруг дома, о, прикольно, это живая изгородь получается из кактусов, внутри дерево с цветами, там внутри домик сидят он пенсионеры местные, тут вообще у них много цветов и много кактусов, здесь в основном не Масаи, это племена Банту, о, кстати, впереди я вижу, там тоже вон красиво, такая уютненькая деревенька, в принципе, но дорога до нее практически никакая, то есть она бездорожье, это еще дождя нету, сейчас сухой период, если пойдет дождь, будет совсем все плохо. Вот цуточки красивые, так, сейчас пойдем смотреть, что где. Так, смотрите, мы подошли к добыче, тут, видите, забор и ворота. Open the gate, please. Сейчас мы откроем ворота. Это вот дедушка владелец. Thank you very much. Все, ворота открыли, можно идти. Ну, это, конечно, вы понимаете, все только от хищных всяких животных и не только хищных, например, корова сюда залезет, пойдет в яму, ногу сломает. От людей, конечно, такие заборы никогда не помогали. А тут нам опять повезло на эти гранатовые, на гранатовые добычи. Все уехали в соседнюю деревню, потому что там кто-то помер, и сегодня поминки, то есть на халяву наливают и кормят. Поэтому никого нет, никто не будет мешать. Сейчас мы сами покопаем, может, что найдем. Он говорит, что здесь находят примерно 10 в день. Ну, понятно, что не прям вау, какого качества, да, но находит. Нам, в принципе, не нужно прям супер-мега. Нам интересно попробовать самим покопать. Он пошел за веревкой, дедуля, сейчас принесет. Мы попробуем. Это у нас сейвка тут. Я думаю, вы уже технологию примерно понимаете. Сейчас покажу. Он понятно, да? Мелкая решетка, через нее протирает породу без воды, потому что воды здесь нет. И вперед. Сейчас займемся. Дедушка позвал рабочих. Он говорит, что обычно у него 20 здесь работает, но все свалили на поминки. Вот кто был. Всех позвал, хотя я говорю, что не надо, мы типа сами поработаем нормально. Вот, причем видно, что они, некоторые из них не совсем трезвые. Вот, видимо, из-за выходного. Ну, не видимо, из-за выходного, конечно, но ничего страшного. Сейчас мы копнем чуть-чуть. Дедушка, кстати, тоже очень приятно. Это владелец всех местных земель окружающих полностью. Вообще очень культурно разговаривает, никаких понтов и сказал, что можно в любое время приезжать копать. Снимаем. И я вам покажу. Так, спускаемся. Мога, я сказал, что мобиль довольно скользко. Ты, 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 ты. Ты не хочу, что ты мне не нужна. Присажите. Мога не извините. тут очень сыпучая порода сказали за породу не дрогать только за веревку сейчас я лезу вниз так тут как всегда как и в россии один работает остальные советуют нам надо понять где мы будем разрабатывать говорят что вот это вот место вот белая подходит хорошо что там какой-то кристалл вот тут типа осадочная порода здесь не будет гранатов тут тоже не то что нам нужно а ваним сейчас посмотрим кувалду него приличного веса видно что рука поставлена уже удар смысле поставлен пока расскажу вам сказали что здесь богатая залежь что в день находят до 10 камней если работают все 20 человек то стабильно выдает килограмм в неделю но я вам скажу что из этого килограмма в неделю хороших конечно знаете там две-три штучки будет это оно так везде как по-другому не бывает очень мягкая порода я тоже хочу постучать посчитать и вычислить видео как у нас не здоровые она вообще кетя она наива в городе тенга тенга в инга нами ва и не мало его и блогу кияма пикрага Здесь? Нет, нет. В общем. В общем, мы не хотим сделать это. Да. Вот здесь. Поехали! Вот здесь. Вот здесь. Так вот. Так вот, давайте. Да, ты не понимаешь, что они приходят. Да, это не приходилось. Нет, у меня ничего не получается. я бил не в ту сторону бил я бил под фоном туда я ничего самому не получилось Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. В общем, мы лупим по очереди. Но, конечно, ребят посильнее, чем я. Больше привыкли. Я-то больше на диване лежать. Мягкий песчаник, очень рассыпчатый, спрессованный. То есть была речка, потом нанесло с какой-то жилой и рехой гранаты. Потом еще сверху зацепила песочком, заилилась, и все это окаменело. То есть песок слежал, спрятился в песчаник. И вот тут в слоях есть гранаты. Все прям советуют, куча советников. Где вы пьете, где вы пьете, вашары? Я перевожу. Да что ж такое? Работать на чем или нет? Пьете, что вы пьете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, сейчас нам нужно отломать большой кусок Зарываемся дальше Так, нашли кристаллик Вот он Били-били и набили Вот кристалл показался Он раскрошенный А, нет, там дальше нормальный Сейчас попробуем его Наупили мешка на 3-4 породы Сейчас будем поднимать вверх И потом на той севке Все просматривать Сейчас измельчаем Руки трясутся От непривычки молотком поработал Рассматриваем, что нашли Ну, он начал крошиться Я думал, он сейчас весь раскрошится Но все равно интересно Ну да Развалился Сейчас помоем Покажу Я сказал, помоем, да Видимо, у меня обезвоживание Пожимать-то нечем Вот я раскрошил Подул Вот такие кристаллики маленькие Ну вот, что есть Сейчас Это я в руках вынес, да Сейчас достанем породу То, что мы надолбили там Посмотрим, что найдем Пока вот такая добыча Мелочь, но приятно Все, выкидываем мешки Почти выкинули И сейчас Ребята вылезут Посмотрим, что есть Так, сейчас я пройду Солнце, чтобы было в спину мне Прям сверху лежал Кристаллик Ну понятно, что Как бы уровень не наш Но приятно Вот и все Видно, что Песторождение небесное Ну то есть здесь Мокрые часы И это бывает Еще, пожалуйста Ну да, ну да Еще Это мы поработали Тут бригада 20 человек работает Мы поработали Сколько нас было Человек 6-7 Из них Больше половины советники Работали реально трое Вот И работали мы Минут 30-40 Примерно Вот так Вот, что-то нашли уже Знаете, тут реально Что-то есть Самый маленький, самый крикливый Он больше всех выступает Он больше всех выступает Надо ему пиво проставить Ну вообще всем Но ему два Он больше всех выступает Еще, еще, еще Мне нужно больше гранатов А они тьмой тут скрылась одна проблемка смотрите у нас осталось много крупных камней мелкие мы все перебрали я говорю давайте теперь разбивать эти крупные вот такие вот вдруг там будет как где нибудь внутри кристалл он говорит не мы их обычно выбрасываем ну дедушка вот этот хозяин это мы их обычно выбрасываю смысл а если кристалл пропустите он говорит ну все ты его потерял нормально вообще я спать не смогу мне кажется наши люди раскрошили бы все в пыль правильно как можно столько выбрасывать но все смотрите я думаю что ребят можно отпустить за полчаса мы столько нарыли но сколько но может быть час мы копали там я внизу это не следил за временем вот смотрите нас было по сути меньше половины бригады да и мы минут 30 60 там провели я потерю времени потерял если полная бригада целый день ну я верю да что здесь дофига находят то есть это похоже на правду значит с этим дедушкой можно иметь дело и у него можно покупать а это мне дедушка показал что вчера говорит это вчера за два взрыва но они тоже взрывают породу вот за два заряда получили вот хорошие такие камешки это уже наш уровень можно гранить вот и ставить в колечки то есть мы попали по адресу ну-ка замолчи вот это я собаки то есть хорошо заехали и знаете что я заметил сейчас попробую показать на телефон не знаю получится ли нет посмотрим это те самые полихромные гранаты которые я недавно для себя открыл то есть там розово-фиолетово-красные они сейчас подождите вот так получше видно но не до конца то есть здесь несколько цветов и оттенков я прикручу видео уже ограненного камня недавно такой продавал получается он был именно с этого месторождения то есть это полихромные гранаты полихромные гранаты это очень большая редкость нам повезло так iphone опять потерял сейчас другой посмотрим а вот сейчас видно да что он розово-сиренево-красноватый то есть он разных цветов так смотрим да что ж такое вот так так видно да что он полихромный ну вот 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 сейчас видно да вот отлично мы и нашли в общем мне очень понравилось у этого дедушки вот офигенные виды очень красиво и здесь так свежо не очень душно и жарко все ребята веселые дом у него похож на дом он предлагает остаться ночевать у него мы завтра едем он же водеет большими стадами коров у него же какие-то сельхоз фермы вот мы шахтером водички грузили вот и он владелец еще есть целком карибу 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 вот и у него же его семья владеет лунный камень шахта завтра мы едем на лунный камень забывать вот тут прям приятная атмосфера здорово все очень дружелюбные так я удивился что стали разбирать нашу воду а дедуль это богатый сказал что они бурили на 200 метров и ничего не набурили воды здесь просто нету вообще нету бурить бесполезно так что масса и мечтают о скважинах но скважина ничего не даст